Всем привет! Сегодня мы хотим поговорить про продвижение в социалках или SMM, как это многие называют, и почему это важно. Мы на самом-то деле больше занимаемся SEO, но я вам скажу, социалкам мы уделяем не меньше внимания. И это большая ошибка многих, которые приходят к нам и спрашивают, помогает ли продвижение в социалках SEO? Я вам скажу, это не прямое ранжирование, но влияние феноменальное, это просто огромнейшее влияние. Вы не можете игнорировать 3 миллиарда человек, которые проводят больше получаса в день в социалках. И мало того, необходимо делать продвижение в социалках не ради SEO, а ради того, чтобы взять эту аудиторию, чтобы продавать свою услугу, чтобы продвигать свой бренд. То есть это отдельный, огромный источник трафика и продвижения вашего бренда. Поэтому я бы не сказал думать про то, помогает это SEO или нет. Просто это надо делать, потому что это действительно поможет. Это мультиканалы для продвижения вашего ресурса. Ну, мы переходим к первому вопросу. Любое продвижение в соцсетях, как вы понимаете, должно отвечать на, ответить вам на первый вопрос, кто ваша целевая аудитория. Для описания целевой аудитории я снял одно большое видео. А видео я оставлю ссылочкой в описании. Как искать целевую аудиторию? На самом деле, ее нужно создавать портрет, нужно описывать ее. Какой у нее пол, какой у нее возраст, семейное положение, достаток и тому подобное. Там много факторов. Но ключевым фактором, когда вы описали всю уже целевую аудиторию, следующий вопрос, который вы задаете, вот описанная целевая аудитория, а где она сидит? Вы можете удивиться, например, в Инстаграме может не сидеть ваша целевая аудитория, если ваш бизнес ориентирован на мужчин среднего возраста. Да, может же их там просто не оказаться. И наоборот, если вы работаете для женщин и вы пытаетесь продвигаться там, не знаю, в LinkedIn, вы заметите, что что-то их как-то там маловато. И да, есть такая вот особенность, что разная аудитория сидит в разных соцсетях. А если вы сориентированы на взрослую аудиторию, то в TikTok вы можете сколько угодно пыхтеть, но особо продаж не увеличите. Да, школьников увеличите, но пока они постареют, ваш бизнес может закроиться. Поэтому очень важно выбирать те, как говорится, соцсети, которые соответствуют вашей целевой аудитории. И целевой аудитории тоже нужно выписывать предпочтения. Они нам приходятся для наших следующих пунктов, потому что целевая аудитория что-то любит, что-то читает, чем-то интересуется, что-то лучше лайкает, а что-то комментирует. Допустим, какие их темы интересуют, в это все нужно выписать на первичном этапе. Когда вы определяете целевую аудиторию, вы должны знать все от того, какие паблики она любит посещать, под какими постами она комментирует, в каких квизах и каких она тестах участвует в конкурсах, участвует она или нет, и вообще, что она делает в этих соцсетях. Вот вы эту всю информацию должны собрать, и мы переходим к следующему вопросу. Следующим пунктом давайте обсудим, после того, как вы выбрали вашу целевую аудиторию, какую выбрать социалку. И здесь огромная ошибка тех, которые пытаются охватить практически все социалки. Есть такой известный американский бизнесмен Гарри Ви, он сам в Беларуси эмигрант, и сейчас он уже американец, он там еще в 3 года переехал в Америку. Я вам скажу, он продвинут во всех социалках, в Твиттере, в Фейсбуке, в Инстаграме, в ТикТоке, у него везде миллионы подписчиков. В Инстаграм 8 миллионов, в ТикТок 3 миллиона, в Фейсбук 4 миллиона, в Линкдин 4 миллиона, то есть он везде. И многие начинают его копировать и пытаться продвинуться везде. На самом-то деле он так же само начинал с одной социалки, с Твиттера. Он там 6 лет сидел ночью, писал в Твиттере сообщения. И сегодня у него есть огромный ресурс, возможности, знания, умения, и он охватил уже все остальные социалки. Другие известные спикеры, такие как Тони Робинсон, они продвинуты в Линкдине, в Инстаграме и в каких-то других местах. Почему? Потому что они начинали все где-то с одной социалки. Не пытайтесь захватить все, быть везде успешным, когда вы не продвинулись даже в одной. Просто возьмите одну социалку, которая вам больше нравится, где вы любите проводить ваше время, где есть ваша целевая аудитория. И концентрируйте все свои силы и внимание в продвижении одной социалки. Когда вы продвинетесь, когда вы действительно станете известным, популярным, аккаунтам, вы можете охватывать какие-то другие аккаунты. И я вам скажу, многие известные личности, к примеру, в ТикТоке самый известный аккаунт, который сегодня есть, там больше 60 миллионов подписчиков. Как ее зовут, не помнишь? PewDiePie? Не, ну это YouTube. То есть, в принципе, множество больших известных аккаунтов, которые вот продвинулись где-то, они потом уже начинают охватывать какие-то другие аккаунты, но они не пытаются продвинуть все. Вот я вам скажу, то же самое я сделал точно такую ошибку. Когда я шел в англоязычный сегмент, я пытался продвинуться в Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn. И максимально, что у меня получалось, получать 50 подписчиков в день. Потом я этот процесс остановил и занялся только LinkedIn, где я получаю 300 подписчиков в день. Почему? Потому что я не концентрирую внимание везде. Я сфокусировался на чем-то одном. Я знаю, что я могу конвертировать контент, перекинуть его в Facebook, в Instagram. Это не займет много времени, но при этом я теряю время, которое могу потратить на продвижение именно LinkedIn. И сегодня там уже 39 тысяч подписчиков. Буквально аккаунт, который был зарегистрирован в 2020 году. То есть там, если вы зайдете в мой аккаунт, вы увидите там просто огромный уровень вовлечения. Мы какие вот посты я не пишу, видео, текстовые посты, там куча комментариев, куча лайков. Почему? Потому что я не расфокусировался на другие аккаунты. Я просто сфокусировался здесь и получил результат. Вы можете сделать то же самое. Найдите какую-то одну социалку, продвиньтесь, получите результаты, а потом расширяйтесь, когда у вас есть ресурс, есть помощники, как у Гарри Ви, как у многих других. И после этого вы можете охватывать другие социалки, где получают результаты. Ну, а мы переходим к следующим вопросам. И да, мы подгуглили. Шарли Дамеллио зовут эту тиктокершу, у которой 78 миллионов подписчиков. Она классно танцует и благодаря этому, собственно, привлекла к себе аудиторию. Да, и вот здесь вот очень важно. Вот она танцует и привлекла такую аудиторию. Как это произошло? Потому что надо правильно продумать контент-стратегию. Что такое контент-стратегия? Это, условно говоря, то, чем вы будете наполнять ваш контент-план. Это идеи, которые будут наполнять вашу работу в соцсетях. То есть не будете... Контент-план – это разбитая по месяцам, по дням работа, которую нужно выполнять. То есть вы ее ставите лично себе, либо своим помощникам, которые помогают вам ввести ваш паблик, в вашу соцсеть, потому что вы иногда можете не успевать, реально будут помощники. Это называется контент-план. А контент-стратегия – это то, что вы продумываете, какие типы постов вы будете делать, какие типы сообщений вы будете отправлять, какие типы комментариев вы будете делать. Вот такая некая структурная, такая своеобразная шаблонизация работы – это и есть фактически контент-стратегия. Вы решаете, какие пункты вы будете тестировать, а какие пункты вы уже будете масштабировать и внедрять. Где-то вы тестируете и замеряете результат, а где-то вы внедряете. И каждая соцсеть, каждый, условно говоря, даже тип постов имеет абсолютно разные подходы к контент-стратегии. Например, в YouTube у нас несколько контент-стратегий. Например, это вебинары, которые посвящены разбору сайтов. Вы их любите, вы их смотрите, вы на них реагируете, вы приходите к нам в гости, мы этому очень благодарны. Второй формат контент-стратегии на YouTube это, конечно же, прямые показы, как мы кликаем по тем или иным инструментам и рассказываем, как что-то делать своими руками. Это пример второй контент-стратегии. Пример третьей контент-стратегии, это наши сегодня обучающие уроки, которые направлены на, как говорится, общие стратегии продвижения, то есть в разной базе знаний, который должен быть в голове у каждого. И есть еще четвертый формат контент-стратегии у нас, например, на YouTube-канале. Это ролики, разборы, условно говоря, деталей, новостей, какой-то прессы, то есть либо каких-то нововведений, где мы стараемся донести новости в удобном для вас формате нашего видео формата. Это и есть контент-стратегия, но самого контент-плана я сейчас не изложил. Это есть четыре, это выборы форматов, написание постов, написание комментариев и создание, допустим, видео, сториз и любого другого вида контента. И вот, собственно, если вы не продумываете контент-стратегию, вы не создадите контент-план. И на самом деле, вот правильный выбор контент-стратегии действительно делится на два этапа. А-Б-тестирование и масштабирование. По поводу А-Б-тестирования у нас есть соответствующее видео, ссылочку мы, честно, попытаемся оставить в описании. А по поводу масштабирования, это вы выбираете то, что сработало и масштабируете для получения тех самых подписчиков, просмотров и энгейджмента. Энгейджмент – это вовлечение. И мы переходим к следующему вопросу. Нужно выбрать одну-две социальные сети и преуспеть в них. То есть берете, например, своих конкурентов, SimilarWeb расширение или там на сервисе сразу смотрите. Оно бесплатно показывает у тех сайтов, у которых более-менее трафик есть, оно показывает бесплатно, во-первых, источники трафика, там разная информация, и в том числе есть у них пункт Social, то есть социальный трафик. И именно можете благодаря этому посмотреть, прямо сделайте табличку, например, 10 конкурентов ваших ведущих, и посмотрите, сделайте пометку, из каких социальных сетей они больше всего трафика получают. SimilarWeb к социальным сетям относит также YouTube. То есть вы сделали вот такую табличку, и это позволит вам сразу определить, если там у 7 или 6 сайтов из 10 преобладает какой-нибудь Facebook, то именно там и нужно работать. И вот выделяете 1-2 социальных сети и ведете активно аккаунты именно в них. То есть изучаете, покупаете какие-то курсы, смотрите образовательные видеоролики именно по данной социальной сети, как привлекать трафик и так далее. Вот как раз Николай показывает Social, да, вот с YouTube данного сайта Seokie.com.ua 76% по СБ, ВКонтакте и так далее. И на следующем вопросе я хотел бы обсудить основную ошибку, которую делают практически 99% новых пользователей в социальных сетях. Они пытаются продавать. Я вам скажу, даже моя бывшая жена пришла ко мне в офис, говорит, знаешь, я не могу продвинуть свой Инстаграм. Я говорю, хорошо, покажи свой Инстаграм. Я говорю, а там просто товары, товары, товары. Кому интересно твои товары, если у тебя меньше тысячи подписчиков? Это никому не интересно. Даже крупные и большие аккаунты, они, когда делают какую-то рекламу для кого-то, это один из четырех максимума, то и один из десяти постов, какой-то может быть рекламный, и при этом он сильно сопоставлен даже с их аккаунтом. Основная проблема в социалках в том, что многие пытаются продавать. Не продавайте, забудьте про продажи. Люди в социалках, они пришли с целью не покупать. Вот, к примеру, вы идете в спортзал. Интересно ли вам в спортзале покупать мобильные телефоны? Нет, вы пришли туда покачаться, вы пришли на пляж, вам интересно позагорать, покупаться. То есть у людей меняются интересы, когда они посещают разные места. То есть если он зашел в Google, да, у него есть цель купить или что-нибудь почитать. Когда он заходит в социалки, у него цель пообщаться с друзьями, посмотреть их публикации, полайкать, попостить, полистать ленту, но у них нет цели купить. И здесь важно продвигать именно бренд. То есть создавать какой-то информационный контент, который продвигает именно бренд. То есть, к примеру, для YouTube важны длинные ролики, потому что это все-таки больше как поисковая система, обучающая видео и тому подобное. Для Facebook, Instagram ролики 2 минуты показывают лучшие результаты, потому что там короткий контент. Люди листают в ленте, нашли какое-то видео, могут посмотреть, послушать. И здесь важно найти тот контент, который подойдет вашей аудитории, как Николай сказал. То есть, надо составить контент-план и на втором этапе принести какую-то пользу. То есть, забудьте про продажи, принесите пользу в вашем контенте. Посмотрите ваших конкурентов, создайте какой-то свой интересный формат. Не копируйте, просто изучите их и создайте свой стиль и приносите максимально пользы. Забудьте про продажи. Я вам скажу, люди могут 7 раз увидеть ваш контент, и они вас просто запомнят, узнают. И когда наступит время, они могут купить. Или использовать другую методологию, которую использует Neil Patel. Он, когда продвигает какой-то бесплатный вебинар, делится максимальной пользой, он меняет настроение пользователя. Это называется поменять настроение. То есть, я пришел в Facebook, моя цель отдыхать, развлекаться. Потом я нашел какой-то контент, он длинный, интересный. Я его начинаю смотреть, заходить во вкус и понимаю, что есть какой-то продукт, который может решить мои проблемы. Это называется поменять намерение пользователя с развлекательного на покупательское. То есть, идет постепенный процесс. Это можно сделать в длинном контенте, в вебинаре, в какой-то вашей трансляции. И таким образом постепенно перенести в этот этап. Или просто продвигаете ваш бренд. Ну, мы переходим к следующим вопросам. Ну, и как мы говорим, все может быть возможно, если вам помогут. Если вам не помогут, вам будет очень тяжело. Как-то ко мне приходили YouTube-каналы, которые просили продвинуться. Но на самом деле у них были проблемы, у них не было известности. Про них никто не знал. Когда вы начинаете что-то с нуля, вам могут помочь так называемые друзья. То есть, как я говорил, аудитория ваша делится на несколько групп. Ваша аудитория это так называемые первые последователи. Это не ваши клиенты, не ваши заинтересованные в вашем бизнесе люди. Но это люди, которые любят лично вас. Да, они вот знают вас. Это все родственники, допустим, Анатолия, родственники мои. Это наши первые последователи, друзья, коллеги. Это первые последователи. Они становятся первыми подписчиками и первыми людьми, которые клиентят и лайкат. это ваше маленькое ядро с чего вы всегда начинаете и после этого вы создаете контент он даже может быть и реально не направлен никого они вас поддержат просто потому что они вас знают и считают что вы хороший человек но они не разделяют ваш контент даже он посвящен там болтами гайкам условно говоря то есть и они как-то мелочь это и все равно но они зайдут и лайкнут потому что вы большой молодец и потом появляется первая целевая аудитория которая вас посмотрела она небольшая их мало и вы можете все что угодно делать и вам не хватает вы понимаете что вот нет этого роста вот 200 друзей и все это пол и потолок и конечно же здесь оптимальный вариант это привлекать лидеров мнений и здесь есть нюанс что есть так называемые большие лидеры мнений блогеры да и есть микро инфлюенсеры которые имеют такое же небольшое количество друзей но набрали уже какой-то небольшую аудиторию они являются вашим мостиком с которым вы будете сотрудничать находите их приглашаете делайте совместные эфиры делайте совместные публикации как делать в соцсетях это это легко вы можете его тегнуть вы можете прокомментировать его пост вы можете прокомментировать у него в группе я таким образом вот я например вот увлекаюсь одной карточной игрой я зашел в сайт и сказал у тебя классный сайт а потом сказал еще раз у тебя классный сайт сейчас он технический аудит мне покинул типа поможешь мне сделать я ему сделаю сейчас технический аудит одной странички а там дальше уже как дело пойдет, то есть на самом деле таким образом идет знакомство между блогерами, а он блогер, довольно известный блогер и мне это тоже интересно потому что у него большая аудитория и и люди которые сидят в этом хобби они довольно богатые люди потому что это довольно дорогое хобби и таким образом можно также знакомиться и находить себе друзей и перетягивать аудиторию и поэтому привлекая лидеров мнений из своих ниш и из чужих ниш но где пересидит ваша целевая аудитория вы можете аккумулировать на своем сайте целевую аудиторию. Например, вы SEO-специалист и познакомились с программистом. Сделали совместный эфир, программисты начали читать про SEO, SEOшники, которые смотрят вас, начали читать программирование. Темы схожи и будут читать друг у друга. Или, например, кто-то интересуется фитнесом, а вы программист. Программисты и фитнес, сидящая работа, нужно же как-то подкачиваться, могут точно также подружиться и пересечь с аудиториями. Один человек не интересуется чем-то одним. Он одновременно нужно же интересоваться и автомобилями, и яхтами, и квартирами, и, мягко говоря, туризмом. Это все общее. Это все один человек, он сидит во всех этих пабликах. Он всем этим интересуется. Не бывает узконаправленной одной аудитории. Поэтому привлекать лидеровое мнение можно с разных ниш, с разных, как говорится, отраслей. Они дадут перетекание аудитории на ваш паблик. И таким образом продвижение в соцсетях немножко отличается от классического SEO. Если в SEO вы делаете ссылки на тематических ресурсах, то в соцсетях вы можете делать коллаборации, так называемые, с абсолютно разными людьми, которые занимаются разными отраслями и не всегда вашими. Стоит вам набрать первичную аудиторию через этих микро инфлюенсеров, вы уже идете к большому мастодонту, который сидит в вашей нише и говорите, вот у меня 20 тысяч подписчиков, давай вместе проведем с тобой там вебинар. И он уже рад прийти к вам, потому что ему хочется, чтобы 20 подписчиков его увидело, понимаете. Он сам захочет прийти. Но он не придет, когда у вас будет первая тысяча. А первую тысячу приходится набирать вот такими вот хитрыми трюками, знакомствами, вообще не всегда с вашей прямой целевой аудиторией, как бы вы могли бы подумать. Один раз я слушал интервью Дуэйна Джонса, Скала Джонсон, как вы его знаете, и он сказал такую интересную вещь, что самое важное в его работе это постоянство. Я вам скажу, что многие про это говорят, что необходимо действительно быть постоянно выполнять какую-то определенную работу. Я изучил, почему это действительно дает результаты. К примеру, многие пишут запрос, как создать вирусный контент. Да никто не знает, как создать вирусный контент. Поверьте, если бы кто-то знал, его бы все создавали, он бы просто не был бы вирусный. Люди хотят что-то уникальное, новое, интересное. Каким образом это можно сделать? Когда вы постите какой-то контент ежедневно. Вот к примеру, я в LinkedIn делаю там 5 постов в день, 10 постов в день. Я постоянно пишу какие-то последние новости, тренды, какие-то интересные трюки. Я вам скажу, что благодаря тому, что создаю много контента, я нахожу то, что более интересное аудитории. У меня бывает пост, показывает вообще там пару комментариев, там 500 просмотров, бывает там десятки тысяч просмотров, сотни комментариев. На самом-то деле это все приходится очень просто. Никто не знает, что работает, пока вы не будете постить много. И здесь бы я рекомендовал минимум делать 3 раза в день. Почему? Потому что есть те люди, которые посещают социалку утром, есть те, кто в обед, есть кто вечером, есть кто посещает ее в субботу, кто в воскресенье. Здесь важно создавать именно множество контента, чтобы охватить разные аудитории. Я вам скажу, многие пытаются скопировать каких-то популярных актеров, которые там постят раз в неделю, раз в месяц или прочее. Но на самом-то деле у них источник трафика и известности идет с других мест. Если у вас этого источника нет, если нет каких-то других ресурсов, значит начните работать активно именно в социалке. Создавайте много контента. Неважно, это инстаграм, это линкдин, это фейсбук, это твиттер. Просто создавайте, делайте много постов. Это поможет двум вещам. Первое, каждый раз, когда вы пишете новый контент, вы немного улучшаетесь. Все равно, что вот вы занимаетесь футболом. Вам, чтобы классно играть в футбол, вы первый раз, когда берете мяч, у вас все нелепо получается, тяжело. Потом вы, когда побегали недельку, вы уже лучше начинается какая-то появляться техника. Вы бегаете месяц, годами вы уже начинаете просто классно играть. То же самое в социалках. Это искусство. Вот известные авторы, писатели, они пишут много. Стивен Кинг говорил, я пишу минимум тысячу слов в день. Пишу каждый день, пишу каждый день. Это, знаете, как эта тренировка мускул, мускул писанины. То же самое контент в социалках. Если вы постоянно создаете контент, вы тренируйтесь, сделайте чуть-чуть лучше, чуть-чуть лучше, чуть-чуть лучше. Постоянно улучшаетесь. Иногда это просто незаметно, но на самом-то деле вы улучшаете качество вашей писанины или какой-то видеоконтент. К примеру, я в LinkedIn создаю видео контент и текстовый контент. И я вам скажу, я никогда не знаю, сработает он, не сработает, но один из десяти действительно показывает классные результаты. Почему? Потому что я создаю много. Потом то, что сработало хорошо, я могу перепостить этот контент. Я вам скажу, тоже отличная работает. И многие инфлюенсеры, они постят один и тот же контент сотни раз. То есть они делают какой-то промежуток там день, два, три дня и постят одно и то же, потому что они знают, что у нас работает для другой аудитории, которая живет другое время. Я пытаюсь там хотя бы брать какой-то промежуток неделю. То есть если я опубликовал из знаю, что вот получил классный результат, через неделю я еще раз это опубликую, получу еще дополнительный результат. Супер работает. Важно постоянство. То есть если вы хотите продвинуться в социалках, делайте это три раза в день и постоянно. Тогда вы нащупаете ваши качества, нащупаете ваш вирусный катод, который будет именно для вас работать. Ну мы переходим к следующим вопросам. Ну и конечно же мы все должны понимать, что все соцсети бы разорились, если бы в них чего не было, конечно же, рекламы. Не стоит забывать о реальных возможностях таргетированной рекламы в каждой из соцсетей. И следует понимать, что если мы говорим о таргетированной рекламе, она есть направленная на несколько задач. Одна продает, другая аккумулирует ваших подписчиков. И допустим, если реклама в ТикТоке четко направлена на продажи, она ее это основная цель, они по другую рекламу там не продвигают. То, допустим, фейсбук, он прекрасно понял, что есть куча людей, которые хотят, чтобы подписывались на их, как говорится, странички, на их профили и прекрасно диверсифицирует как и рекламу, которая коммерческая, так и рекламу, которая направлена на увеличение вашей аудитории. В ютубе аналогично можно делать рекламу, которая ведет, брендирует вас, рассказывает про вас, про ваш бренд, про ваш продукт в виде рекламных непропускаемых роликов, либо позволяет перейти на ваш самый классный ролик и сказать, что этот ролик самый лучший, вообще этот канал самый клевый, не забывайте на него подписаться. Таким образом, рекламные возможности позволяют вам тоже привлечь дополнительную аудиторию, но я скажу про тот лайфхак, который однозначно мы рекомендуем тем, кто развивает свои соцсети и развил какую-то одну соцсеть и хочет развить другую. Если же вы развиваете свою соцсеть, вы по-любому имеете, скорее всего, какой-то свой сайт. Если вы будете перегонять трафик из одной соцсети на свой сайт, а с этого сайта, при помощи пикселей будете настраивать таргетивную рекламу на все остальные площадки, то есть вероятность, что аудитория на других площадках, которые вы хотите развивать вторую, будет тоже на вас подписываться, потому что вы там тоже ведете контент, развиваете его и, конечно же, там он как-то реагирует на него. Мы на самом деле так развили YouTube и при помощи сайта я попробовал таким образом развить Facebook. Facebook очень тугая соцсеть, мы бросили, правда, ее продвигать, почему, но все-таки из двухсот до семисот подписчиков страницы мы сделали благодаря одному простому трюку. Мы просто начали рекламировать страницу для тех, кто посетил наш сайт, но еще на нее не подписался и это сработало, поэтому задумайтесь над этим инструментом. Я хочу протестировать на Инстаграме, мне надо будет протестировать Инстаграме несколько постов, несколько идей постов и я хочу провернуть этот трюк с Инстаграмом. Если он прокатит, то значит этот метод действительно работает, потому что у нас огромная аудитория на сайте благодаря YouTube, благодаря, собственно, на тому, что мы работаем с самим сайтом и если врунете этот трюк прокатит, то тогда Инстаграм тоже должен будет вырасти как на дрожак благодаря вот этому методу. И если же это прокатит, я думаю об этом обязательно сообщу, поэтому не забывайте подписаться на наш канал, мы об этом сообщим на нашем канале. Также у нас есть подкасты, где я излагаю множество интересных методов, которые применяем как сами, так и иногда подглядываем за другими. В подкаст у нас сделается в формате один вопрос, как говорится 7-8 минут ответа. Ну и конечно же каждый четверг приходите на вебинары, на вебинарах можно задать вопросы напрямую, на них отвечу как я, так и приглашенный эксперт, который отвечает на наши вопросы. И помните, что мы делаем контент для того, чтобы быть полезным. Мы не пытаемся продавать на этом контенте, наш контент направлен на то, чтобы каждый из вас применял его у нас в своей работе, в своем бизнесе и конечно же делился нашим контентом. Поэтому не забудьте поделиться этим роликом, я думаю он многим поможет. И всем спасибо и до новых встреч.